МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Предсказания Ванги, которые ее личный переводчик согласился обнародовать только сейчас. Почему он молчал все это время? -"Только сейчас, сказав это, понимаю, что я не его люблю. Чтоб волки терзать ее будут". Как ясновидящая из казахской степи увидела убийство Дональда Трампа? Недалеке стоит машина. Из машины высовывается рука с пистолетом. Русский блогер-предсказатель, которому приснились пожар в хромой лошади и крушение польского борта номер один. Мир зашел в тупик. Что ему снится сейчас? И почему он никогда не ошибается? 2017 год – это переломный год. И дурное знамение в Неаполе, где должна закипеть кровь, чтобы избежать конца света? Ничего не поделаешь. Предсказания западных ясновидящих, сделанные в конце 90-х, сбываются сейчас. Америка раскулется на две части – на восток и на запад. Какое будущее пророчат нам ученые и предсказатели? И почему разные люди называют одну и ту же дату? Что произойдет 19 августа 2017 года? Сенсация! Британская разведка призналась в убийстве Григория Распутина. Какое пророчество он не должен был донести до государя? И что за будущее Распутин предрекал России? Они поменяли, изменили ход истории на следующее поколение фактически, убив Распутина. Пугающие предсказания о Третьей мировой. Точно так же мы видим столько же признаков надвигающейся войны. Ясно, что война будет. Кто ударит первым? После того, как будет принято решение о нанесении ответного или ответно-встречного удара… Раскол Великой Державы. Его пророчили ясновидящие. Его прогнозируют ученые. Какую страну ожидает черная полоса? Целых три католических тайны на один маленький португальский городок. В этом месте появилась погрозница. Что Ватикан знал, но не говорил о России 40 лет? Он выдвигал какие-то требования? Да, опубликовать Третью тайну Фатимы. И что Запад упрямо не хочет признавать до сих пор? Какие катастрофы прошлого снова напомнят о себе в этом году? Мировые события, которые мы наблюдаем, они также повторяют себя через каждые 60 лет. Это нужно знать. Самый несчастливый день в году для россиян. Самый сложный день в истории нашего государства каждый год один и тот же. И день конца света. Как мы сами приближаем апокалипсис? Всевозможные эти бройлеры, антибиотики, которые делают из куриц, каких-то там гигантов, из фруктов. Невкусные, но красивые плоды. Современные прорицатели заговорили о приходе Антихриста. Да, он уже родился. И где-то период с 89-го по 93-й год. Но как узнать его среди миллионов? Сотни пророчеств, тысячи предсказаний, миллионы прогнозов. Что должно насторожить всех нас? Каким прорицателям доверяют президенты и спецслужбы? Какие судьбы предначертаны ведущим державам, великим народам и всему миру? Сегодня засекреченные списки раскрывают пять главных предсказаний, которые касаются каждого из нас. 16 декабря 2016-го. Италия. Неаполь. Главный здешний храм, который носит имя покровителя города Святого Януария. На лицах прихожан недоумение, даже ужас. Они пришли сюда, чтобы увидеть главное католическое чудо, которое происходит ежегодно в этот день. Закипание крови мученика. Однако чудо не произошло. Ничего. Ничего не поделаешь. В прошлом году, в этот самый час, она закипела немедленно. Януарий жил в четвертом столетии, в эпоху римского императора Диоклетиана, не признавшего христианства. При нем всякий, кто проповедовал эту религию, мог лишиться свободы и даже жизни. Что и произошло с Януарьем. Императорские агенты схватили его в Неаполе и приговорили к смерти. По преданию, одна из горожанок, свидетельница того, как священнослужителю отрубили голову, собрала с плахи кровь. Ее поместили в герметичную капсулу. Со временем она затвердела и высохла. Но на протяжении 17 веков, трижды в год, кровь мученика необъяснимым образом, вопреки всем законам физики, разжижается и закипает. Если же чудо не случается, в Италии, а иногда и во всей Европе, происходят глобальные катастрофы. В 15 веке чума. В 20-м Вторая мировая война и землетрясение на юге Апеннинского полуострова с тремя тысячами жертв. Европа в ужасе. Что на этот раз? И ведь незакипевшая кровь не единственный дурной знак. Все католики знают, что это за документ. Пророчество о папах. 800 лет назад ирландский священнослужитель уместил на одном листке 101 короткую фразу, зашифрованные описания пап римских. Тех, кто будут занимать священный престол с 1143 года и до страшного суда. Согласно пророчеству, последним предстоятелем католической церкви станет 266-й, то есть нынешний понтифик. Но что потом? Во время последних гонений на святом римском престоле будет сидеть Петр Римлянин, который станет пасти овец среди множества бедствий, по свершении чего город Семи Холмов окажется разрушен и судья страшный будет судить народ свой. Конец. Нынешнего понтифика зовут Франциск I, а не Петр Романус. Но! Мирское имя папы Хорхе Марио Бергольо. В основе фамилии слово германского происхождения Берг — скала, камень. Петр также означает «камень твердыня» на древнегреческом. И это лишь одна, не самая значительная деталь, которая свидетельствует, пророчество о последнем папе имеет шанс избыться. Увеличивается потребление наркотиков за счет людей, которые боятся жить. Увеличиваются продажи оружия за счет тех, кто боится умереть. Увеличивается количество людей, которые проигрывают все свои деньги в автоматах. Возможно, потому что боятся, что им нечем будет оплачивать счета. В Европе процветает индустрия страха. Алессандро Ди Батиста — один из самых молодых и самых харизматичных депутатов итальянского парламента. А еще он один из тех, кто не боится озвучивать даже самые мрачные прогнозы относительно будущего европейской семьи. Мир меняется и демонстрирует полный провал этого Европейского Союза, который никого не объединил. Никак не народы Европы, принимая во внимание, к примеру, тот факт, что на юге Италии есть места, где уровень безработицы среди молодежи достигает 60%. Стыд и позор. Но к чему готовиться европейцам, если мечта о великом объединении Европы оказалась утопией? Журналисты программы «Засекреченные списки» записали эксклюзивное интервью с Тодором Тодоровым, переводчиком и близким другом Ванги. Он рассказал нам о пророчествах Великой Слепой, смысл которых открывается только сейчас. Но придет момент, когда с пустыня пойдет народ. С пустыня. Это надо на Европу пойдет с пустыней народ. Если так будет, люди живут. Вот она, кто тогда мог подумать об этом? А сейчас вот что происходит. Вот такая ситуация. С пустыня народ. Кто в пустыне живет? Она же не мог со своим сознанием определить, как они были на сегодняшний день государства. Для нее пустыня некая пустошь. Народ. Что за народ? Она не сказала арабы, не сказала национальность, ничего. С пустыня пойдет народ на Европу. Все полезут. Вот и все. Оказывается, провидица была уверена. К 2043 году Европа войдет в состав исламского халифата. В нулевые, к похожему выводу, но уже на основе статистического анализа, пришли европейские социологи. Ловкость науки и никакого мракобесия. Профессор Бременского университета Гуннер Хайнзен написал книгу, в которой пообещал, что в Европе к власти придут террористы. Это целенаправленно, кем-то организованное. А Италию и Испанию через несколько лет уже никто не узнает. Во что превратится Европа? Не пропустите! Профессора Бременского университета Гуннера Хайнзена называют основателем нового направления в науке об обществе демография войны. В 2003-м вышла в свет его книга. В ней он предрек и обосновал грядущее вторжение в Европу беженцев из Африки и Ближнего Востока и претензии исламистских террористов на мировое господство. Он же сегодня утверждает, совсем скоро мусульмане станут европейским большинством. Европейцы не рожают, а мусульмане еще как. Хахиль беженец из Сирии. Слима его первая жена. Рэнзиам вторая. Многоженство в ЕС пока запрещено. Но это не мешает арабским мужчинам брать в жены по 3-4 женщины. Правда, без регистрации брака, по закону шариата. То есть, с точки зрения мусульманского права, женщины рожают детей в браке, но с точки зрения европейского законодательства они матери-одиночки, которым полагается пособие. Европейцы кипят от возмущения. Получается, их налогами оплачивается замещение коренного населения мигрантами. Но кипят они молча. Разве что выкладывают в сеть вот такие ужасы своего городка и подписывают их так. Сцены апокалипсиса. Но больше всего простых европейцев пугают не беспорядок в местах компактного проживания их новых соседей. Эти кадры всколыхнули весь мир. Редакция сатирического журнала «Шарли Эбдо» расстреляна фанатиками. Наш собеседник, парижский таксист Мухаммед, знает их с детства. Он рос с будущими террористами по соседству. Я видел, как эти парни становились радикалами. Они сильно изменились. Настолько, что пришли к тому, чтобы делать вещи, подобные случившимся в том январе. Саид и шериф Куаши родились и выросли в столице Франции. Говорили по-французски без акцента. Прекрасно ориентировались в городе. Что же заставило их возненавидеть соотечественников? Кто заставил? Поправляет Мухаммед. И показывает вот это фото. Фарид Биньяту. Один из десятков проповедников, которые призывают новых европейцев к джихаду. А с помощью религии легко делать разные вещи. Ему удалось сделать из умеренного шерифа экстремала, поскольку молодые, они очень, очень и очень податливы. И рецепт, как уберечь свой новый дом Европу от этих бедствий у Мухаммеда нет. Про себя он говорит, что его хорошо воспитал отец, привил ему истинное понимание ислама как религии мира. Но давайте зададимся вопросом, много ли отцов находят время и слова, чтобы по душам поговорить с детьми о самом важном? Я уверен, что это было спровоцировано, что это, как говорится, это такой искусственный, синтетический вообще продукт. То есть это не то, что там какая-то миграция, переселение народов, условно говоря, там потоп, да, где-то или наводнение, и вот все там собрали баулы и пошли. Нет, это целенаправленно кем-то организованное, это миллионы и миллионы беженцев. Спродюсированное переселение народов происходит совсем недалеко от западных российских границ. Следовательно, любые катаклизмы Старого Света способны ударить и по нам, гораздо быстрее, чем те, что происходят за океаном. Наша страна является частью Европы. Означает ли это, что мрачный прогноз монаха из 14 века и математические расчеты профессора социологии из 21-го касаются России. Далее самое интересное. К нам летит метеорит не меньше Челябинского. Что будет с планетой Земля, расскажет блогер-предсказатель Артем Драгунов. Что имела в виду Ванга, когда говорила о волках, терзающих Россию? Российские спецслужбы, поскольку сотрудничали точно, все это прекрасно знают. Какой день в году самый несчастливый для нашей страны и точная дата конца света. Она совпала у древней предсказательницы и современного нумеролога. Что ждет нас, россиян, смотрите в засекреченных списках. развал Америки предсказание, которое еще недавно казалось невероятным. Именно о нем монах Раньюнер описал в 14 веке. Ясновидящая Ванга рассказала жителям болгарского Рупета в 80-е. Прорицатели Джон Уотсон и медиум Крейг Паркер поведали пользователям интернета в нулевые. Сегодня не золотую лихорадку Америки пророчат даже из Китая. В США будут волнения. 2017 год будет плохой для Трампа. Реймонда Ло из Гонконга часто называют мастером Ло лучшим в Китае предсказателем по книге перемен. Он предупреждал мир о войне в Персидском заливе о развале СССР предвидел уходы Тетчер Горбачева Ельцина свержение Саддама Хусейна войну в Сирии по меньшей мере два пророчества из длинного списка сбывшихся касались Америки. Оба оказались верными. Первое об 11 сентября 2001 второе об ипотечном кризисе 2008 И вот третье предупреждение мастера Ло президенту Соединенных Штатов Только деловая хватка и связи среди крупного бизнеса могут помочь Трампу не сдать свои позиции О грядущем крахе супердержавы всерьез рассуждают даже те кто доверяет цифрам и аналитическим материалам а не видением и вещим снам Пророки пророками но есть еще профессионал которые знают как рождается кризис У них есть такой гуру Майкл Ломбарди Он написал открытое письмо Майкл Ломбарди успешный управленец мультимиллионер В недавнем прошлом вице-президент крупной корпорации Его математически выверенные прогнозы отличаются невероятной точностью Пишут что созданы все предпосылки перечисляли для того чтобы мыльный пузырь лопнул именно вот в 17-м году кризис 8-9-го никто не предсказал только Майкл Ломбарди это сделал душераздирающее кино о жестокости новой американской власти в синем мексиканцы нелегально живущие в штатах в белом их родные оставшиеся дома в роли доброго ангела организация Хакс Нот Уоллс в переводе обнимашки вместо стен которая в конце января провернула показательную акцию открытие американо-мексиканской границы правда всего на 3 минуты и возможно это подчеркивается особо в последний раз нагнетать страна политики которые разделяют семьи не может быть свободной разжигать разве в Америке от этого безопаснее раззорить окончательно и ведь есть же у людей время на бедняков вот три главные цели всех телевизоров этой страны общество должно расколоться это за то что ты голосовал за Трампа те для кого Трамп гарант возврата к традиционным американским ценностям против тех для кого он лицо американского империализма Мэтт Ахрин из Айовы герой сторонников нового президента в одиночку отбил национальный флаг у десятка его противников парни собирались сжечь звездно-полосатые стяги демонстрируя презрение к методам которыми Трамп собирается делать Америку снова великой Американцы сравнивают Трампа с Горбачевым при котором развалился Советский Союз Приход обоих к власти предсказали знаменитые прорицательницы Советскому Союзу Михаила Меченова обещала Великая Ванга А человека похожего на Трампа еще полтора года назад прочила в новые президенты Америки Вера Леон знаменитая ясновидящая из Казахстана на родине ее считают реинкарнацией великой слепой заходим на Верин персональный сайт отыскиваем публикацию от 13 октября 15-го года читаем светлый волос немного торчком не молод и это не единственное странное но яркое предсказание Веры касающиеся американского лидера 12.08.2016 года я давала предсказание не подскрю похожей на небоскреб Трампа недалеко стоит машина из машины высовывается рука с пистолетом будет такой эпизод как будто эпизод убийства Кеннеди тем временем в самих Соединенных Штатах куда больше переполох сейчас вызывают предсказания другого человека его зовут Джон Уотсон в далеком 1989 году он предсказал крушение Берлинской Стены до него оставалось несколько месяцев тогда же он пообещал что Советский Союз прекратит свое существование однако слава к нему пришла лишь несколько месяцев назад Джон практически точно предсказал дату смерти Фиделя Кастро правда граждан США встревожило совсем не это а продолжение пророчества якобы после смерти кубинского лидера США охватит сильнейший кризис Калифорния станет центром раскола США в Калифорнии образуется большой слой рабочих людей они не будут иметь образования и квалификации они будут работать за еду эти работники вытеснят за пределы штата средний класс который поддерживает Трампа начнется противостояние в которое включатся как черные так и белые слова правиться подтверждают факты кое-что в общем-то стало притчей выявиться как государственный долг внешний цифра выросла сейчас уже выше больше 18 триллионов долларов астрономическая цифра в чем за период правления Барака Обамы она практически удвоилась внутренний долг тоже примерно 20 триллионов закредитованность населения порядка 18 триллионов тоже представляете со знаком люди имеют саду в долгах как в шоках страна живет в долг эксперты отмечают с конца 80-х хозяева белого дома будто умышленно вели свою страну к краю пропасти из последнего доклада института Уотсона при университете Брауна следует лишь за последние 15 лет штаты потратили на войны и смену режимов внимание почти 5 триллионов долларов это астрономическая сумма для сравнения США впереди планеты всей по объему помощи другим странам американские благотворительные фонды ежегодно перечисляют на счета зарубежных коллег и единомышленников порядка 12 миллиардов долларов сумма более чем внушительная однако получается за те же 15 лет Америка потратила на разрушение других стран почти в 35 раз больше чем на их гуманитарные нужды так что самая большая опасность для Вашингтона даже не в том что Белый дом швыряет деньги своих налогоплательщиков на ветер а в том что из-за войн американцев люто ненавидит вся планета Манила Филиппины 21 января люди пришли к посольству США чтобы высказать свое возмущение политикой Вашингтона Тысячи иранцев вышли на улицы в конце 2016 в 20-ю годовщину похищения американских дипломатов из посольства в Тегеране и это был совсем не марш солидарности А в самом конце января нынешнего года Иран и вовсе запретил американцам въезд в страну Так власти Исламской Республики отреагировали на новые миграционные ограничения США Вслед за соседями резолюцию об ответных мерах принимают в Ираке Мог бы кто представить еще год назад что оккупированный Ирак сумеет вырваться из-под американского контроля Осмелился бы Иран задавленный санкциями на столь резкие демарши Эти события наглядные свидетельства нового расклада мировых сил Америка на глазах теряет свое влияние Вот так Аргентина встречала Барака Обаму в последние дни его президентства Массовые акции протеста против США в последнее время проходят в Германии и во Франции Даже экономические партнеры и союзники перестают уважать разъединенные Штаты Америки Да и в самих Штатах ожидания у людей что называется ниже нуля В прошедшем августе молния поразила главный символ страны Статую Свободы Особо впечатлительные американцы решили это дурной знак Величию их страны скоро придет конец И стихия продолжает посылать Америке предупреждения Грандиозный потоп в Калифорнии привел к эвакуации сотен тысяч людей Американские синоптики уверяют такого наводнения в этих местах еще не было За несколько февральских дней ливневые потоки переполнили горное озеро Орвилл Но местные власти успокаивали население Нет повода для паники Вас защищает самая высокая плотина в США Аравильская плотина небоскреб в горах 230 метров прочнейшего бетона Несокрушимая стена на пути любого потопа Однако символ американской мощи неожиданно дал трещину На глазах у анимевших от ужаса американцев плотина начала рушиться Вода устремилась в долину сметая все на своем пути Для эвакуации населения властям пришлось задействовать все доступные силы Более 200 тысяч человек спешно покинули свои дома Однако даже Национальная гвардия не может обеспечить порядок и безопасность Дороги в Калифорнии забиты автомобилями беженцев В оставленных городах процветает мародерство А попытки остановить разрушение плотины ни к чему не привели Бреши в стене попытались закидать камнями с вертолетов Но эксперты сравнили это с тушением пожара из детской лейки И речь идет не о природном катаклизме появление которого нельзя предугадать Еще в 2009 было очевидно бетонный массив Аравильской плотины подвергнут эрозии Но власти предпочли не заметить надвигающуюся беду На этом фоне снова зазвучали тревожные голоса Судьба Аравильской плотины ждет всю Америку И первые обломки страны уже рухнули в пропасть истории А это знаменитый медиум психолог и телеведущий Крейг Хэмильтон Паркер Он точно предсказал избрание Дональда Трампа президентом США Брекзит и теракт в Ницце Среди последних пророчеств Паркера распад Америки Америка расколется на две части на восток и на запад И это не самое ужасное что по мнению Паркера ждет США Смотрите далее Будут привлечены войска из Канады Неужели Америка допустит войну на собственной территории впервые за последние 150 лет Америку разрушают на глазах Скажется ли смута и раскол в американском обществе на политике других стран и на курсе доллара Медиум Крейг Химмельтон Паркер Человек чьего слова в Америке боятся все Он предсказал США президента Трампа О Европе Брекзит и теракт в Ницце И вот теперь Паркер снова всех напугал Медиум пророчит раскол Америки на восток и запад Люди будут испытывать социальные проблемы усилятся и протесты в США В частности из-за результатов выборов и борьбы с ограничениями в правах ношения оружия Чтобы снизить напряженность будут привлечены войска из Канады США ожидает засуха Паркер утверждает что из-за результатов выборов пройдут бунты и даже бои Для подавления беспорядков будут призваны нейтральные войска из Канады и это пророчество сбывается Сотни тысяч американцев выходят на манифестации и похоже раскол нации уже никого особо не заботит Самые знаменитые и влиятельные американцы даже не пытаются образумить соотечественников Напротив они лишь подливают масло в огонь Риана признанная королева поп-музыки У нее сотни миллионов преданных поклонников по всему миру Для своих фанатов в Штатах она является большим авторитетом чем любой политик И вот что звезда сцены говорит о новом президенте Америки Отвратительно опустошающие новости Америку разрушают на глазах Какой же аморальной свиньей нужно быть чтобы сделать такое? В конце января в Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США То же самое сейчас происходит в Техасе и еще нескольких американских штатах Страна трещит по швам Союзники отворачиваются На горизонте новый экономический кризис Даже если сбудется малая часть пророчеств Штаты как и обещает их 45-й президент уже никогда не будут прежними А это означает что перемены начнутся во всем мире Слишком велико влияние Америки Глобальный кризис сверхдержавы изменит мировой порядок и положит начало цепи необратимых событий которые затронут всех не только лидеров но и обычных граждан Поэтому предрекаемый крах США в нашем засекреченном списке как предвестник других еще более масштабных событий Далее в засекреченных списках Это коснется каждого Неизвестные предсказания Ванги в эксклюзивном интервью ее переводчика Волки терзать ее будут Пророчество от блогера прорицателя Артема Драгунова создателя уникального метода прогнозировать будущее Вектор он заново уже все увидят просто альтернативы этому вектору нет Он выводит среднее арифметическое из реальных фактов и вещих снов и еще ни разу не ошибался В Германии в столице федеральной земли Баварии Мюнхене живет российский блогер Артем Драгунов Днем работает звукорежиссером в местной телекомпании ночью смотрит сны а утром тщательно записывает их в блокнот После этого зафиксировав любые детали Драгунов приступает к чтению новостей Дело в том что сны его вещие А информация о событиях которые происходят сейчас необходима для правильного их толкования И для прогнозов на ближайшее будущее Любых прогнозов Артем предсказывает конкретные трагедии политические события понижение курса валют И он один во всем мире делает это на основе анализа собственных снов через актуальную повестку дня Десятки событий к которым он готовил нас Уже произошли Красивые Живанные 5 декабря 2009 года Пожар в клубе «Хромая лошадь» унес 156 жизней А эту запись Артем Драгунов в своем сетевом дневнике сделал 13 ноября за три недели до трагедии Если бы вы видели во сне то, что видел я нынешний фейерверк в Ульяновске детской шалостью вам показался бы Большой такой пи*** в Перми 10 апреля 10-го года Самолет президента Польши потерпел крушение под Смоленском А вот что написал Драгунов двумя месяцами раньше В Польше во власти несчастье один из Кочинских что-то не то Способность видеть будущее у Артема Драгунова появилась благодаря несчастью Он попал в аварию на мотоцикле Получил серьезную травму головы Может быть поэтому у него такое чутье на катастрофы По его словам одна из них ждет Россию в 2017 Один крупный метеорит в 2017 году упадет То есть он будет напоминать тот знаменитый Челябинский Чебаркульский метеорит то есть значение вполне допускаю что вызовет определенные разрушения и даже проблемы но он скорее будет более символичным чем катастрофическим Напомним падение метеорита в Челябинске к катастрофическим последствиям также не привело зато прославило русскую невозмутимость на весь мир О, нигде метеорит Блин заснял материал в 2011 году ровно через 5 лет президент подписал соответствующий указ сегодня блогер предсказатель полностью солидарен с пророками прошлого и политологами настоящего которые утверждают 2017 будет непростым я уже писал неоднократно и в блоге говорил что 2017 год это переломный год и в данный момент могу констатировать что большинство населения планеты поняло что 2017 будет переломным годом это уже заметно а если говорить конкретно о России как Драгунов видит ее роль на мировой арене специально для нас предсказатель приоткрыл завесу над грядущим мир зашел в тупик и надо его из этого тупика как-то вытаскивать было то есть хорошо это или плохо но мир меняется я не думаю что Россия будет менять курс и политические развития то есть вектор уже все его видят просто альтернативы этому вектору нет мир так развивается блогер предсказатель предрекает Родине немало испытаний но самое главное Россия останется собой она преодолеет трудности и сплотит вокруг себя десятки государств не секрет что уже сейчас все что связано с нашей страной становится все более популярным за рубежом узнаете так знаменитая группа крови звучит в исполнении корейцев русские песни разучивают китайцы немцы американцы даже если им на ухо медведь наступил о российском гражданстве мечтают Роберт Де Ниро Леонардо Ди Каприо Арнелло Мути боксер Рой Джонс актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал уже получили паспорта с двуглавым орлом американский актер японского происхождения Керри Хараюки Тагава пошел дальше после съемок в фильме Иерей Сан он принял православие и изъявил желание получить гражданство Российской Федерации в общем свидетельств того что влияние России в мире действительно растет предостаточно но прорицатели настаивают это лишь начало так сегодня выглядит древний город Балх близ таджикско-афганской границы его красотой восторгался Александр Македонский и в этом городе появился на свет великий пророк Заратустра это Авеста главная книга зарастрийцев написанная золотыми чернилами на 12 тысячах валовьих шкур это грандиозный комплекс зданий на берегу сены Национальная библиотека Франции по мнению многих экспертов именно здесь находится наиболее полная версия Авесты кажется невероятным но эти страницы говорят и о России наших дней пророк Заратустра знал северную державу в 21 веке ждет великое будущее вот его слова русская империя вступит в эру безраздельного властвования добра и полной победы добра над злом Предгорье Пиренеев небольшой французский городок Алле-Лёба ежегодно десятки тысяч поклонников Нострадамуса приезжают сюда старинные улочки почти не изменились за последние пять веков в этом доме Нострадамус и написал большую часть стихотворных предсказаний многие из них звучат весьма туманно другие же почти не требуют пояснений У Нострадамуса есть в его большом прозаическом пророчестве фрагмент который указывает на Россию и тогда третий царь Аквилона услышав плач своего народа о своем главном титуле соберет несметное войско пройдет горными ущельями долинами своих предков и восстановит все что можно восстановить и великому понтифику в Риме то есть римскому папе будет возвращен его престол Аквилоном Нострадамус хотя и не всегда но довольно-таки часто называет Россию речь о том что в последние времена когда римский папа будет лишен своего престола ну надо полагать силами дела силами тьмы антихристом в эти события вмешается Россия и на какое-то время отсрочит наступающий конец света Россия должна принести людям всех наций умиротворение и коренным образом преобразить глобальные ценности и нравы как это произойдет эту великую тайну нам тоже открыл человек долгие годы работавший у самой Ванги по словам переводчика Ванги Тодора Тодорова была с ее пророчествами одна сложность провидица никогда не предупреждала о них заранее не было такого как сказать специально сидит там думает вот я сейчас вижу там нет это такие вещи они в разговоре идут а потом проходит время и начинаешь понимать боже мой как же она же все это сказала после смерти Ванги Тодоров часто жалеет о том что в свое время не придал значения многим важным пророчествам понимаете мне 33 года было я же не придавал значения всех вот этих моментов они сегодня имеют наверное политического смысла но они для меня были такого разговорного жанра я не придавал кто бы мог подумать Советским Союзом что такое может случиться представьте себе ну невозможно было однако в последние годы Тодор Тодоров разбирает свой архив что собрался за годы работы с Вангой анализирует и дополняет его важные слова он вспомнил прямо перед съемками этого интервью про Россию говорила что в России придет очень сложные трудные времена страна будет как волки ее будут все терзать вот я сейчас только сейчас сказав это понимаю что имела ввиду что волки терзать ее будут далее только в засекреченных списках откровение переводчика Ванги слова которые она говорила о России Тодоров начинает понимать только сейчас пытаются сею на колени но Россия встанет тайны британской разведки из-за чего убили Распутина и о чем великий старец хотел нас предупредить после рекламы не пропустите Тодор Тодоров переводчик знаменитой Ванги на протяжении многих лет наблюдал как ясновидящая впадала в транс когда ей открывались картины будущего Ванга говорила что Россию будет терзать стая волков возможно Великая Слепая видела в какой непростой ситуации окажется Россия как будет без поддержки Запада бороться с мировым терроризмом и постоянно терпеть русофобские нападки а возможно речь шла о санкциях но что еще говорила Ванга о судьбе нашей страны не даст Россия вот это она вот она она не мадимся даде она им не даст пытается сею на колени но Россия встанет интересно а существуют ли более детальные пророчества Ванги о будущем России переводчик великой предсказательницы уверен эта информация находится в надежных руках Засекречено все ее высказывания которые были конкретные может быть политические прогнозы которые она давала и все все это полностью засекречено но я имею ввиду что они были засекречены болгарской спецслужбой но российской спецслужбой поскольку сотрудничали точно все это прекрасно знают и для них ничего не удивление что бы сейчас что в мире происходило Архивы спецслужб действительно хранят больше загадок чем мы можем представить одну из величайших среди них рассекретили совсем недавно долгие годы оставалось тайной кто же убил легендарного Григория Распутина который мог видеть будущее кому помешал сибирский старец не раз предупреждавший русский народ об опасности обратите внимание на это здание тут расположена штаб-квартира британской разведки МИ-6 в честь своего 100-летнего юбилея сверхсекретная организация раскрыла часть архивов вот эта фотография Распутина тоже оттуда документ раздобытый сотрудниками прародительницы МИ-6 для досье на одного из самых знаменитых русских того времени пронизывающий взгляд производил неизгладимое впечатление на англичан они называли его темной силой подполковник Сэмюэль Хор один из лучших агентов британской разведки именно он в 1916 году начал тайную операцию по устранению Распутина это то самое письмо в котором резидент МИ-6 Петрограде Самоэль Хор написал королю Георгу Пятому что они поменяли изменили ход истории на следующие поколения фактически убив Распутина нападение на Распутина тщательно готовили киллера инструктировали старец не должен выжить ни при каких обстоятельствах вот это тот самый револьвер Уэбли 455 из которого 30 декабря 1916 года контрольным выстрелом в лоб Освальда Рейнера убил старца Григория Распутина шла первая мировая и спецоперация задевалась для того чтобы помешать императору Николаю заключить сепаратный мир с Германией а ведь именно к этому по свидетельствам историков настойчиво подталкивал своего государя Григорий Распутин Он пытался остановить войну и до ее начала и даже в ходе этой войны о чем это говорит я думаю это говорит о том что он беспокоился эту судьбу России он понимал что из этой России из этой войны Россия не выйдет победителем он это чувствовал объективно тогда многие кстати это понимали пророчество старца на случай продолжения войны и поражения в ней напугало впечатлительных великих княжон а на императора произвело впечатление это будет конец вашего рода и для вашего рода для семьи царской и для России она распадется вот такой прогноз у него был вот и второй который он тоже по-моему неустанно повторял Александр Ефедович пока я с вами не беспокойтесь вы будете живы если бы операция англичан не удалась скорее всего мир с Германией был бы заключен и Россия наверняка избежала бы одного из величайших потрясений 20 века однако Распутин видел и далекое будущее России он утверждал при любом раскладе нашу страну ожидает невероятный рост в первой половине 21 века под знаком тельца будет западная Европа а под знаком орла будет святая Русь и предназначение ее бодрствовать охранять и защищать но согласны ли с ним другие старцы легендарный Афон гора и полуостров в греческой Македонии на севере восточной Греции это одно из самых почитаемых мест в православном мире Старец Рафаил Берестов один из здешних монахов многие его предсказания касаются России Россия окружена войсками НАТО и американскими наемниками в Киевской Руси уже идет война Неужели он не верит что это можно изменить Россия наша тяжелые испытания очень тяжелые скорби смерти гонения гонения потом война а потом когда будет государь расчет православие государь наведет порядок духовный и в стране будет очень радостно счастливо нормально богатыш главным религиозным пророчеством относительно нашей страны богословы считают историю которая произошла сто лет назад за тысячи верст от России 2 мая 81 года пассажиры рейса номер 164 ирландской авиакомпании Эрлингас стали заложниками едва борт набрал высоту один из пассажиров облил себя бензином и пригрозил сжечь самолет по его требованию борт направился в Иран но совершил посадку во Франции террористу удалось убедить что для такого длинного путешествия необходима дозаправка он выдвигал какие-то требования да опубликовать третью тайну Фатимы что это такое это религиозная тайна в 1917 году трем юным пастушкам из португальского городка Фатима трижды являлась богоматерь десятилетняя Лусия и ее младшие кузены Франсишко и Жасинто описывали чудо так это была дама вся в белом ярче чем солнце деревенцей там в этом месте появилась богородица дерева того времени уже нет потому что снимали все паломники снимали кусочка и все ничего не осталось сначала детям никто не верил их обвинили во лжи и сурово наказали в этом доме детей запирал деревенский староста он считал что маленькие врунишки сочиняют небылицы но вскоре старосты изменил свое мнение потому что Богородица снова явилась в Фатиму и на сей раз ее увидели уже две тысячи человек почти все население после этого народная молва разнесла весть о чуде по всей стране и за ее пределами и свидетелями третьего явления Девы Марии стали более семидесяти тысяч человек они здесь собрались каждый вечер молиться и один раз ангел появился здесь тоже пророчества открытые детям названы три тайны Фатимы они официально признаны католической церковью и до сих пор десятки тысяч паломников приезжают помолиться на место чудесных явлений в первой части этих пророчеств царица небесная прямо сказала о тех испытаниях которые ожидают Россию и она говорила так Россия встать безбожия будет стоять по горло в крови ну давайте вспомним нашу историю сто лет прошедшей последнюю часть пророчества богоматери Лусия Сантуш принявшая к тому времени постриг в монахини открыла лишь в 1960 году но католическая церковь решила засекретить его монашеский обед не позволил матушке Лусии ослушаться вот они тайны Фатимы один из самых охраняемых секретов Ватикана за всю его историю 55-летний Лоренс Джеймс Дауни который угнал самолет ирландской авиакомпании ради того чтобы узнать одну из них не сомневался это стоит ста жизней или его свободы пассажиры не пострадали Дауни отправился в тюрьму так и не узнав третью тайну Фатимы только спустя еще 20 лет в 2000 году ее опубликовали этот фрагмент откровения содержит информацию чрезвычайной важности дословно же в переводе на русский последние строки откровения Богородицы звучат так В конце мое пренепорочное сердце восторжествует Святейший Отец посвятит Россию мне и она обратится и некоторое мирное время будет даровано миру Виднейшие богословы нашего времени едины в толковании пророчества От России будет зависеть спасение всего мира И речь идет о нашем ближайшем будущем Богоматерь говорила что Россия сможет должна должна нет выбора должна в этом сможет подняться и загориться и станет духовным маяком народов мира От нашей страны в сегодняшнем мире зависит многое Если б не Россия самые страшные пророчества уже давно имели б шанс сбыться Лишь один пример Если бы Россия не встала на защиту Сирии Кто знает что сотворил бы с миром Игил Так что нам грозит в ближайшие годы Об этом знали древние прорицатели Об этом же говорят пророки нашего времени Почему нужно бояться тех кто родился с 89 по 93 год Он будет лгать он будет врать он будет втираться людям в доверие он будет обещать им урожаи деньги Где взорвутся пять ядерных бомб которые напророчил человечеству средневековый монах Кризис в стране может толкнуть политическое руководство Киева на какие-то радикальные шаги Сколько лет продлится третья мировая Будет это два года после чего будет русский царь И что произойдет 19 августа 2017 года Второй пик после которого произойдет падение Смотрите только в засекреченных списках А сейчас страшное пророчество которое еще не сбылось Летом 1987 года по Киеву прокатился слух Блаженная монахиня Алипия предсказала Третью мировую войну Прозвучала точная дата дословно через 30 лет на апостолов Петра и Павла Что означает 19 августа 2017 года Это будет не война а казнь народов за их гнилое состояние Мертвые тела будут лежать горами Никто не возьмется их хранить Горы холмы распадутся Сравняются с землею К этим словам многие отнеслись внимательно поскольку годом раньше матушка Алипия предсказала Чернобыльскую катастрофу Сбылись и другие пророчества монахини Алипии Она предвидела как митрополит Киевский и Галецкий Филарет расколет Украинскую Православную Церковь Монахиня Свято-Покровской Голосеевской Пустыни предвидела даже собственную смерть Неужели нас ждет война? Другие духовные лидеры тоже призывают быть готовыми к войне Говорят слишком много знаков И они увы не допускают двойного толкования Если мы видим огромную тучу которая идет с громом и молниями мы понимаем не миновать дождя Точно так же мы видим столько же признаков надвигающейся войны Ясно что война будет Но давайте обратимся к так называемым комплексным пророчествам В них разворачивается неразрывная цепочка событий Их достоверность легко проверяется Если первая часть предсказания сбылась стоит готовиться к продолжению Несколько лет назад старец Иона из Одессы открыл тайну братьям монахам Через год после моей смерти начнется большие потрясения начнется война начнется голод Умер он 20 декабря 2012 Декабрь 2013 Киев привычные для столицы Украины акции протеста неожиданно перерастают в кровавый государственный переворот Пророчество монаха Ионы сбывается с пугающей точностью Старец предвидел не только начало украинской трагедии но и знал как долго она продлится Продлиться это два года он сказал с 14 по по 16 Однако на дворе уже 17 год на Донбассе после продолжительного затишья снова гремят взрывы и выстрелы Неужели отец Иона все-таки ошится? Безумная война украинской власти с собственным народом унесла тысячи жизней и сотни тысяч людей оставила без крова В конце 16 года появилась надежда на долгожданный мир Зачем же президент Украины снова разжигает войну? Рейтинги его партии они так снижались и шансов избраться через полтора года на второй срок у него уже немного Кризис в стране может толкнуть политическое руководство Киева на какие-то радикальные шаги в том числе на Донбассе или даже по направлению Кульмана в пророче в пророчестве вон и вон и есть вон и есть третья часть самая жуткая касающаяся нашего ближайшего будущего и закончится большой войной будет очень очень много крови будет это два года после чего будет русский царь то есть новая кровавая авантюра Порошенко это начало глобальной войны весь мир ждут два года кровопролития далее только в засекреченных списках неужели с конфликта на Донбассе и начнется та самая третья мировая при распаде Советского Союза на территории Украины остался ну скажем так очень большой ядерный арсенал в какой стране мира увидели начало третьей мировой войны австрийский предсказатель и российский астролог еще к конце прошлого века она началась достаточно давно просто идет в варианте холодной войны или в варианте такой полубактериологической войны и прогноз главного пророка Китая в будущем году будет больше бедствий связанных с огнем и взрывами потому что огонь плавит металл пророчества которые коснутся каждого далее в засекреченных списках старец иона из Одессы увидел кровавый государственный переворот на Украине но сбудется ли другая часть его предсказания неужели именно отсюда начнется третья мировая ну нельзя говорить об Украине как субъекте который может вести войну против России да и вряд ли украинская армия выполнит приказ атаковать Россию старец Дионисий из Афонского монастыря пророчествует Порошенко не сможет настроить украинский народ против российского если в самой Украине есть порождение ехиднины которое народ желают ввергнуть в искушение и начать войну против своих братьев русских сами они ничего не смогут сделать если не будет им помощи извне так каким же образом Украина способна спровоцировать предсказанную двухлетнюю большую войну при распаде Советского Союза на территории Украины остался ну скажем так очень большой ядерный арсенал но все это было в соответствии с достигнутыми договоренностями вывезено с территории Украины все-таки количество ядерных стран ограничено и ведущие страны ядерного клуба в общем-то пристально следят за тем чтобы не появлялись новые ядерные державы однако насколько эффективен международный контроль в сфере нелегального оборота оружия Украина в числе мировых лидеров и ряд международных скандалов приоткрыли лишь верхушку айсберга оружейного трафика из Незалежной грузовое судно Фаина было захвачено осенью 2008 года сомалийскими пиратами на борту Ролкера находились более 30 танков зенитные установки и гранатометы этот груз предназначался для Южного Судана вопреки строжайшим запретом ООН Администрация президента Ющенко клятвенно заверила ООН что танки не попадут в зону конфликта Но через некоторое время организация Amnesty International зафиксировала эти самые танки в Южном Судане Получается что майданная власть обвела вокруг пальца инспекторов ООН А сможет ли она втихаря создать оружие массового поражения С учетом технологий имеющихся в настоящее время в распоряжении конструкторов сделать ядерную боевую часть в общем-то не представляет большой сложности Возможность создать ядерный боеприпас на Украине имеется Провокации с использованием ядерного оружия способны разжечь Третью мировую войну Тысячи жертв внезапной агрессии Разрушенные города СМИ будут нагнетать истерию Развернется массовая паника Как в таких условиях России доказать свою непричастность? Надежда только на железные нервы верховных главнокомандующих Да, в 62-м году Хрущев и Кеннеди смогли остановиться в шаге от Третьей мировой войны Но второй раз может и не повезти А если по России будет нанесен массированный ядерный удар у нашей страны не останется выбора Внимание на счет лучший приказ боевого режима Австрийский предсказатель Готфрид фон Верденберг тоже уверен Третьей мировой не избежать Но главные поля сражений он видит в Африке Население Нигерии почти 200 миллионов Страна входит в десятку крупнейших нефтяных производителей мира Но при этом значительную часть территорий контролируют боевики и бандиты Самая большая группировка Бока-Харам известна жестокими террористическими атаками Единый некогда Судан разделился на Северный и Южный Именно туда команда Ющенко продавала тяжелое вооружение Правительство Украины несет ответственность за разжигание войны в Африке И там до сих пор идут бои А это многострадальная столица Сомали Магадиша Процветающий город на берегу Индийского океана превращен в руины и выстрелы продолжают греметь на его улицах В десятках других африканских стран леют многочисленные конфликты Черный континент может вспыхнуть в любое мгновение Многие скажут где Россия и где Африка Но наши военно-морские силы уже присутствуют в этом регионе и борются с нападениями пиратов Война может прийти и в Европу В потоке беженцев тысячи боевиков из Африки проникают через границу Даже восьмиметровая стена с колючей проволокой не способна остановить великое переселение народов Перетекание войны из Африки в Европу Готфрид фон Вендерберг тоже предвидел Бразильский предсказатель Лусини да Сильва большой поклонник австрийского прорицателя Он говорит, что готов подписаться под каждым словом фон Варденберга Германия, Франция, Италия и Англия принимают сотни тысяч иностранцев Сегодняшние беспорядки будущие очаги гражданской войны Казалось бы австрийц говорит об очевидном Если, конечно, не учитывать что фон Варденберг сделал это предсказание в 1994 году Он ее представлял себе как борьбу западного мира с восточным То есть он представлял ее себе в виде некой мировой битвы на религиозных основаниях ну, нечто такое глобальное как война христиан с мусульманами То есть все-таки не факт что первыми войну начнут представители восточной цивилизации В Европе поднимает голову неонацизм Германия, Франция, Великобритания Во всех этих странах выросло новое поколение ультраправых Про факельные шествия на Украине и вспоминать не хочется Но даже страны принципиально противостоящие фашизму теперь охвачены коричневой чумой Это факельное шествие устроила ультраправая партия «Золотая заря» в Афинах Греки недовольны наплывом мигрантов Националисты набирают силу Почему? Потому что этот год символически связан по многим параметрам из 1933 года А в далеком 1933 немногие могли предвидеть грядущий ужас и то, что чудовищные преступления совершат эти подтянутые ребята с харизматичным оратором во главе Многие толкователи считали, что приход Гитлера предсказал знаменитый монах Фредерико Мартелли по прозвищу Раньенера «Черный паук» Здесь, в кафедральном соборе Флоренции смиренный францисканец просил Господа явить ему откровения И Раньенера увидел пугающие картины будущего В середине Европы образуется страшный кровавый вихрь Он, как паук, полезет на три стороны на запад, на юг и на восток Однако пророчество «Черного паука» может относиться и к нашим дням Ведь бесноватые фюреры продолжают рваться к власти не щадя никого на своем пути Так называемое Исламское государство ничуть не уступает Третьему рейху фанатичности и жестокости Глава Исламского государства Абубакр Аль-Багдад Пока он только халит Но кто знает, если эта организация восторжествует, кем он станет потом А так как этот человек уже аккумулировал вокруг себя тысячи и тысячи приспешников которые думают, что они делают богоугодные дела то это действительно сила При этом Аль-Багдаде и его союзники понимают им не будет прощения за совершенные преступления Они словно крысы, загнанные в угол Что касается вооруженных формирований радикального типа к примеру, Джабхата-Нустры как бы она ни называлась формирований ИГИЛ то вооруженная борьба с ними будет несомненно продолжена Поскольку никаких переговоров с этой частью скажем так, вооруженной оппозиции быть не может Россия в настоящее время постоянно присутствует в этом неспокойном регионе И наша армия уже подвергалась провокации Многие эксперты тогда были уверены мир на пороге большой войны Но российское руководство проявило выдержку и не стало рубить с плеча Это позволило избежать глобального конфликта Но вскоре случилась другая трагедия Нападение на посла по нормам международного права равносильно нападению на страну И снова Россия не поддалась на провокацию Наш эксперт из Гонконга предупреждает В текущем году подобные нападения могут участиться Я спрогнозировал, что в будущем году будет больше бедствий связанных с огнем потому что огонь плавит металл А также будут конфликты с применением оружия убийства с применением оружия Например, российский посол был убит в Стамбуле То есть такого рода террористические действия будут происходить чаще Что же получается? Великие державы так и будут испытывать друг друга на прочность и подталкивать к войне Ведь обстановка на Ближнем Востоке и без того наколена до предела Несколько стран под предлогом некого принесения демократии ввергнуты в состояние гражданской войны Это событие практически происходит в тех самых библейских местах о которых, собственно, и упоминает почти там о которых упоминает Иоанн Богаслов Ну, допустим, там Антиохия в Сирии, я имею в виду И вообще вот это средиземноморское побережье Африки и Азии оно является вообще-то одной из колыбелей цивилизации В Ливии, Ираке, Афганистане, Йемене и Сирии ведутся постоянные боевые действия А может ли Большая война вспыхнуть в других странах расположенных по соседству? Возникновение конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке а также между Индией и Пакистаном в общем-то остаются достаточно вероятными событиями Вообще вот весь этот регион Ближний, Средний Восток Афганистан, Индия и Пакистан в общем-то достаточно взрывоопасны А если еще вспомнить про Израиль у которого непростые, мягко говоря, отношения со всеми упомянутыми державами Не надо быть правительством, чтобы понять эта бочка пороха того и гляди взорвется К этому еще следует добавить и достаточно нестабильную обстановку в Центрально-Азиатском стратегическом районе Это имеются в виду бывшие Советские Республики Конфликты между ними имеют такой латентный характер и всегда возможен переход к вооруженному противостоянию Одно из наиболее точных предсказаний о Третьей мировой связано с именем Ванги Она предвидела кровавую бойню Ясновидящая предсказала гражданскую войну в Сирии и точно знала, в каком году начнется кровопролитие в 2011-м Но самое интересное Провидица считала, что перед самим вооруженным столкновением несколько лет будет вестись холодная война Она идет Третья мировая В Америке случилась террористическая атака 11 сентября А после 11 сентября весь мир стал бороться с терроризмом Это на самом деле Третья мировая война Потому что Америка атаковала Ирак Атаковала Афганистан И весь мир в это вовлечен По словам Ванги, Сирия падет И как только это произойдет, начнется Третья мировая Будет трудное время Люди разделятся из-за веры Сирия рухнет А победитель окажется не тот Ванга была уверена В этой войне Россия единственная будет бороться За справедливость во всем мире Не стоит забывать и о традиционном вероятном противнике России Североатлантическом альянсе И если Третью мировую начнет именно НАТО У нее будет самый кровопролитный исход Старец Рафаил поделился пророчеством Он его услышал от легендарного афонского монаха Мне сказал старец Иванович Вот так ты же Он мне сказал, что будет война Давно готовят НАТО Играют, проигрывают в компьютере В войну против России и побеждают Неужели страны НАТО готовятся нанести удар России в спину? Каким образом они могут это сделать? Если ядерное оружие будет размещено Например, как во времена Советского Союза Непосредственно у границ нашей территории Вот как в случае с баллистическими ракетами средней дальности То вот это время обнаружения старта И время на принятие решения существенно снижается И поэтому вот свое время, значит, размещение ракет класса Першинг-2 Вызвало такую озабоченность у советского военно-политического раководства Если так, то решительные возражения России против строительства системы ПРО в Европе абсолютно понятны Это не паранойя Кремля Именно так ноты протеста наших дипломатов называют западные СМИ Это стремление защитить своих граждан Ответ на удар по агрессорам будет нанесен без промедления После того, как будет принято решение о нанесении ответного или ответно-встречного удара Разблокирование боевых частей, все необходимые мероприятия Ну, займут от силы там 7-9 минут Это так называемый срок оперативного применения Вот примерно так выглядит процедура на применение стратегических ядерных сил Последствия атомных бомбардировок весь мир увидел в 45-м году в Японии Флорентинец Раньянера предсказывал и эти страшные события Он писал еще в 14-м веке Два страшных ядовитых гриба поднимутся над двумя городами Всего таких грибов будет семь Если верить этому пророчеству, Хиросима и Нагасаки — это лишь два гриба Еще пять висят тамокловым мечом над человечеством Японские города были стерты с лица земли относительно маломощными бомбами А результаты обмена мегатонными ядерными залпами будут куда катастрофичнее Есть такое сокращение MAD По-английски это звучит как MAD, то есть сумасшествие А расшифровывается Mutual Destruction То есть взаимно гарантированное уничтожение Возникает так называемая ядерная зима Потому что закрывается озонный слой И все, температурный режим на планете меняется У нас, извините, ледниковый период Люди вымрут Но тараканы хорошо выживают при ядерном ударе и излучении Они очень живучи Многие видные мыслители и выдающиеся люди 20 века говорили Третью мировую войну никто не выиграет Получается, что единственный способ стать победителем — уберечь мир от глобального конфликта И, наконец, настало время главного пророчества Мы рассказали о самых важных предсказаниях, которые касаются нашего будущего Медиумы и провидцы в разные времена прочили нам одно будущее Ванга и Крейг Паркер предсказали распад Америки Святой Януарий и Гуннер Хайнзен — конец европейской цивилизации Старец Иона Одесский и монах Раньонера — Третью мировую войну Григорий Распутин и Артем Драгунов — особую роль России в спасении мира Но что все они говорили о конце света? Не пропустите! Страшная дата Древняя провидица и нумеровок предсказали день апокалипсиса Когда настанет конец света? Основные события будут разворачиваться с 25 июня 2017 года По 20 августа 2018 года Современные пророки утверждают, что Антихрист уже среди нас Его точное описание и даже возраст только в засекреченных списках Конца света на Земле ожидают с начала времен Разные народы предлагают свои версии этого события Единство в одном — конец всему сущему на Земле — неминуем Тревожные признаки приближающегося апокалипсиса увидели итальянцы Еще в 16 веке прорицатель Матео Тафури предупреждал Бойтесь снега в Саленто Здесь, на набойке каблука итальянского сапога Снег видели только в морозильных камерах И вот в начале января 2017-го Саленто заваливает снегом Потрясенные южане на протяжении недели дважды видят снегопад А ведь магистр Тафури предвещал Именно два раза подряд выпавший снег в Саленто означает близость к концу света Еще одним вестником апокалипсиса Матео Тафури назвал небесное свечение И вот, пожалуйста, 9 января молодая пара снимает в небе Саленто странный объект Прорицатель ничего не писал о форме вещих огней Но впечатлительных очевидцев убеждать не нужно Это то самое апокалиптическое свечение Странные оптические метаморфозы привлекли внимание прессы Сенсация разнеслась по планете Больше всех испугались, кстати, не итальянцы, а англичане Островитяне торжественно возвещают Пророчество итальянского Нострадамуса сбывается Конец света в тюме от нашего носа, сэры Мы так и знали, что этим все и закончится Тем временем к погодным явлениям прибавляются и деяния рук человеческих 1 июня 2016 года состоялось долгожданное открытие Готардского тоннеля в Швейцарии Готардский тоннель в самом центре Европы Он открывает швейцарскую периферию всему миру Сам тоннель — торжество инженерной мысли Почти 60 километров под Альпами Электронные управления, продуманные системы безопасности Но его открытие до крайности напугало тысячи простых швейцарцев Театрализованное представление начинает самый натуральный марш в зорби Парад чудовищ торжественно открыт Дальше больше Фантазии постановщика позавидуют многие мастера фильмов ужасов И кульминации шоу соответствуют всем классическим канонам жанра Кого напоминает этот персонаж, пляшущий на фоне пламени? Именно он — явный объект поклонения монстров Высокобюджетная и красочная церемония открытия тоннеля Выглядит как сатанинский ритуал И чего только не говорили в свое оправдание организаторы Якобы таковы традиционные швейцарские представления о прекрасном Если мы обратимся к Нагорной проповеди, Иисус говорит, что хромать — это совсем не грех Грех не понимать, что ты хромаешь Грех не понимать, что ты совершаешь грех Проведение открытых ритуалов, прославляющих дьявола — важное условие появления Антихриста И некоторые эксперты полагают, что он уже среди нас Если мы говорим про приход нового Антихриста Да, он уже родился И где-то люди, рожденные в период с 89-го по 93-й год Они зацепили вот это соединение Сатурна с Нептуном Когда они войдут в творческий период, это будет от 36 до 42 лет Вот эти вот люди, они поднимут очень много революций Они пришли с этой целью Они пришли разрушать, но не создавать И многие ученые-богословы согласны с этим предположением Антихрист действительно может уже жить на Земле Претендентов на звание Антихриста, так же, как и претендентов на Оск, очень много Их очень много И борьба за это звание идет очень серьезно Тем более, что, в общем-то, она предполагает некое первенство И мы таких людей можем увидеть Как же распознать среди десятков миллионов молодых людей Того самого погубителя мира? Согласно Корану, лже-мессия Даджаль, как Антихрист Должен появиться перед концом времен И в исламе перечислены его особые приметы Человек ослепший или полуслепой на один глаз У него будут очень спутанные черные волосы Вот, у него между глаз будет написано слово кафер, неверный Вот, как именно оно будет написано Вполне возможно, это будет что-то типа родимого пятна, например Он будет лгать, он будет врать, он будет втираться людям в доверие Он будет обещать им урожай, деньги Легко нажитое богатство Не о том ли мечтают многие миллионы людей А выходит так, что это крючок врага рода человеческого И благо, кстати, тоже одно из предзнаменований Химикаты, всевозможные пестициды То, что позволяет расти там, где, ну, богом определено Что это тут расти априори не может Всевозможные эти бройлеры, там, антибиотики Которые делают из куриц, там, каких-то там гигантов А из фруктов невкусные, но красивые плоды Получается, что эти достижения прогресса на самом деле приближают апокалипсис? А какие еще новинки современного мира Названы в священных текстах признаками конца света Вещи, говорящие, появятся Ну, пожалуйста, ваши гаджеты Вы даже можете с ними разговаривать, правильно? Человек начнет слышать сам себя Да? А это вот записывающее устройство Все, что мы видим Я потом посмотрю себя по телевизору И вот оно, пожалуйста, предзнаменование И ведь даже если перестанешь смотреть телевизор Вряд ли это поможет отсрочить конец света Скорее наоборот Проглядишь еще один признак Приближания апокалипсиса Далее только в засекреченных списках Как мы сами приближаем конец света Какова его точная дата И самый несчастливый день в году для россиян Самый сложный день в истории нашего государства Каждый год один и тот же Самые важные пророчества для каждого из нас Уже совсем скоро Не такими видели киборгов-создатели культовой фантастики Тем не менее, вот он Еще один вестник конца света Живая плоть, соединенная с не живой, но разумной Молодой москвич вшил себе в руку проездной Пополнять баланс неудобно Выглядит неэстетично К тому же священники предупреждают Чипизация приближает апокалипсис И подобные признаки конца света Окружают нас со всех сторон Взять вот, к примеру, идентификационный номер налогоплательщика Всем знакомый ИНН Это новшество объявляли признаком апокалипсиса Сбывается пророчество или нет Это смотря как его толковать Церковь полагает, что само по себе использование ИНН Еще не конец света Придет антихрист Это будет человек Который будет утверждать, что он Бог И вот теперь люди или признают его за Бога, или не признают Ну люди что, мы все похожи Как отличить, кто признал? Вот тогда понадобится некий знак, чтобы кто признал тому печатку Теперь ясно Без добровольного согласия человека служить антихристу Нумерация безвредна Мы знаем, что была волна, когда отказывались от советских паспортов И мы знаем, что наши все советские старцы Все были с паспортами И были старцами Но стоит ли серьезно относиться к тому, что было написано 2000 лет назад? Историки уверены Пророчества, откровения Иоанна Богослова Сбываются на наших глазах Говорят о том, что третий ангел пришел и бросает звезду И эта звезда полынь падает на землю И третий источник ввод бывает отравлен Но когда в 1986 году произошла Чернобыльская катастрофа Мы знаем, что Чернобыль в переводе на русский язык обозначает полынь И мы понимаем, что да, действительно Значит, та радиация, которая попала в Днепр Через Днепр, Черное море Через Черное море, значит, в Средиземное Через Средиземное уже в Мировой океан она попала Действительно, оказывается, апокалипсис Это очень жизненная книга Что действительно уже в наши дни совершается вот эта, значит, страшная казнь Воспетый писателями, поэтами и шансонье Париж Левый берег Сены, площадь Фонтенуа Штаб-квартира ЮНЕСКО Именно здесь в конце уходящего года было принято непростое решение Международное сообщество призвало Израиль Предоставить мусульманам доступ к храмовой горе в Иерусалиме Вот одно из главных сакральных мест на планете Знаменитая стена плача Остатки древнего храма Соломона Этим камням почти две с половиной тысячи лет Главная святыня иудаизма А это мечеть купола над скалой Она воздвигнута на месте храма Соломона, разрушенного римлянами И миллионы мусульман мечтают оказаться здесь Иерусалим, в котором, они говорят, Мухаммед поднимался на небо И над этим местом трон Аллах, где он видел вечный, нестворенный Коран Так говорят мусульмане Поэтому для них совершенно особо место В Израиле резолюцию ЮНЕСКО встретили с возмущением Страна даже приостановила сотрудничество с этой организацией Иудеи целых две тысячи лет мечтают восстановить свой храм Но согласно ряду пророчеств Это событие станет началом конца света Сами же иудеи убеждены, это все нелепые домыслы А третий храм откроет эпоху мудрости и процветания Такие вот диаметрально противоположные прочтения одного предсказания Израильтяне хотят осуществить проект Не откладывая его в долгий ящик Вот трехмерная модель нового храма Величественное должно получиться здание Пиршество классицизма Торжественной атмосфере апокалиптических событий вполне соответствует А вот и метки на онлайн-картах Храмовая гора Третий храм Да, проект еще не утвержден Но в серьезности намерений строителей сомневаться не приходится Страсти вокруг третьего храма кипят нешуточные Но что поделаешь на святой земле Здесь, куда ни ступи, обязательно с реликвией столкнешься Или пророчество услышишь Когда Израиль, по слову Господа и по слову пророков, рассеянный по всему миру Будет собран опять на земле обещанной Аврааму В Палестине И мы с вами увидим Во многих христианских текстах Воссоздание государства Израиль Трактуется как признак приближения конца света Правда, скоро Израиль отметит свой 70-летний юбилей Но следует учитывать, что это лишь предвестия апокалипсиса А не его непременные условия Как ни крути о Ближнему Востоку Апокалиптические пророчества ничего хорошего не обещают Даже последняя битва добра и зла Должна состояться именно здесь Основная битва этих катастрофических событий Она произойдет в Армагеддоне Но Армагеддон, это вообще-то в переводе с древнееврейского Означает холм Мегидо Город на холме Мегидо Есть действительно такой город Это был город, по сути, на дороге из Египта В нынешний Иран, Вавилонию И в другие очень большие государства А в мусульманской версии конца света Огонь поглотит всю Аравию Даджал, он появится где-то там между Сирией и Ираком То, собственно говоря, да, вот этот огонь Он где-то в районе Йемена Там, где Адам, вот появится огонь Он будет гнать людей Во времена пророка Воспламенить всю Аравию И впрямь могли лишь сверхъестественные явления Мощь же современного оружия такова Что поджечь обширные нефтяные поля Не составит труда Так что же Возможная масштабная война на Ближнем Востоке Это действительно начало конца света А есть ли пророчества, открывающие конкретную дату? Напомним, блаженная монахиня Алипия Киевская Назвала дату начала Третьей мировой войны Это событие вполне может стать концом света И произойти оно должно, по ее словам, 19 августа 2017 года Удивительным образом мистическое откровение Совпадает с подсчетами нумерологов Джули Бо – одна из лучших знатоков Этой сложной науки Она впервые делится с широкой аудиторией Сенсационной информацией 20 августа 2018 года По нашим расчетам Как раз и начнется Третья мировая война Разница с пророчеством матушки Алипии Один день и один год Столь близких совпадений Конкретных дат, пророчеств, конца света В истории не бывало Но дальше еще интереснее Продолжим знакомиться с предсказаниями Джули Бо Самый сложный день в истории нашего государства Каждый год один и тот же Это 20 августа каждый год И основные события будут разворачиваться С 25 июня 2017 года По 20 августа 2018 года Получается, что 17 год В пророчестве Алипии Киевской Все же верная дата Однако не подгоняет ли Джули Бо Свои данные под известные пророчества Нет, мастер-нумеролог Не скрывает методику своих расчетов Есть такая технология в нумерологии Называется она «Аквадат Пифагора» Пифагорейская школа Так вот, в нижней строке Третье и четвертое число 17-8 17-8 17 августа 1998 года Я напоминаю, что это первый пик Который прошла наша страна И есть дефолт в России Да, именно тогда в России возникло поверие В августе жди беды Второе падение нашей страны произошло 7 августа 2008 года Как вы видите, это тоже второй пик После которого произойдет падение Ну и, соответственно, 20 августа 2018 года Это последний пик Проверка одного пророчества другим пройдена Что же нам делать? Приводить в порядок дела? Срочно бросаться замаливать грехи? Постараться провести оставшиеся месяцы с семьей? Ответ стоит поискать в истории Тысячу лет назад вся Европа каялась и плакала Миллионы людей всем сердцем верили В близость неминуемого конца света Многие церковные иерархи С нетерпением ждали рубежа Первого и Второго тысячелетия Тысячный год от Рождества Христова Должен был стать Последним годом жизни на Земле Смыслом апокалипсиса Является страшный суд Господа Который всем раздаст по заслугам Да? Были вы праведником Мили вы себя, честно Вы будете оценены по заслугам А если вы врали А если вы совершенно как-то ужасно себя делили Тогда, конечно, вам следует опасаться апокалипсиси Убежденность в этом христианских проповедников была непоколебима Многие язычники склонились перед их неукротимой верой Существует версия, что именно в страхе перед концом света Русь и Дания приняли крещение в последние годы X века Конец света тогда не случился А Россия и Дания не так давно отметили тысячелетие своего крещения Пожалуй, оно и к лучшему Ведь обычаи наших предков до принятия христианства Не отличались особой кротостью и человеколюбием Что официальная церковь думает о близости конца света? Почему пророчества об апокалипсисе, сделанные в разные времена, так поразительно совпадают? Сегодня только в засекреченных списках А что сейчас думает официальная церковь о близости конца света? Священники призывают не торопиться перелистывать календарь Ведь один из основных церковных догматов гласит Пути Господни неисповедимы Как хороший учитель, который пятерку хочет поставить и задает легкие вопросы Так и наше малое старание Малые старания наши Бог сразу отзывается милостью и щедротами своими В китайской метафизике нет теории конца света Но согласно китайским пророчествам прошлого Они писали о том, как будет развиваться мир Конец света требует много времени И мы все еще в очень юном возрасте, как мир Так что нам предстоит пройти еще очень-очень длинный путь Прежде чем случится реальное стихийное бедствие Которое разрушит Землю А чтобы избежать беды, человек должен стать добрее Древние прорицатели и современные пророки Предсказания, начертанные в середине века И произнесенные перед веб-камерой в этом году Картины будущего написаны ясновидящими Запада и Востока Эти пророки — святые и грешники Юные и старцы, женщины и мужчины Знаменитые и безвестные Одинаково предсказали распад великой державы Закат старейшей цивилизации И появление у Европы новых хозяев Третью мировую и особую роль России в сохранении мира А также апокалипсис, который неизбежен Если люди и народы не перестанут друг друга уничтожать Верить в предсказания или нет — личное дело каждого Неоспоримо одно Изучать пророчества древних и уметь слышать наших современников Как минимум полезно и поучительно Хотя бы потому, что мысли о будущем помогают нам Лучше понимать настоящее Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»